Любая большая энергия, она в любой чрезмерии, она имеет воздействие. Действие имеет. А действие это зло. Вот у нас слово зло. Ой, какой плохой слово зло. А вот эти все злые, они почему-то такие быстрые, все время, значит, добрых-то, которые с материальным обгоняют, обманывают, выигрывали и так далее. Почему выигрывают? Да потому что понимание слова сбит, и человеческое сознание работает неправильно, деструктивно. Потому что зло – это действие. Берите буквицу, есть земля, есть зло. Две буквицы. Вот лежит телефон, состояние покойное стало. Я его поднял, я сделал зло. Я сделал действие. Зло бывает хорошим, бывает плохим. То есть, если правильно говорить по творению, так сказать, вселенским языком, по творению слова зло, если я просто взял телефон, кому-то позвонил и сказал, Света, тебе там, да, я сделал зло светлое, правильно. А если кто-то берет телефон и кому-то по голове ни за что ударил этим телефоном, он сделал зло поганое. Поганое – это покоем, то есть гармонием истины с равновесием, да, кона – гонимое, цыган, о-ган, гон, гон, понимаете? Вот и все. Вот у нас страда, она же еще осталась как летняя страда, это как вот что-то мы создаем тоже земное, и написано вот страда, летняя страда. Вот она у нас как-то осталась в этом. Страда – это свет, еще раз, свет слова Творца Ра. Вот это я бы разобрал вам глубинные образы, а если говорить уже, так сказать, с логовом творений, то страда, не свет Творца Ра, как раз все это приведет все равно к Творцу Ра, потому что никто такой Творец Ра. Есть, вот все говорили, Бог Ра, да, Бог Ра. И все говорят, это египетский какой-то там гниг, это Бог Солнца там, это Бог это, Бог этого, ну, как говорит Ра – это вибрация, да, и именно Бог Ра – Бог всех мерностей, и в вакууме, и в эфире, и в бесконечности этого эфира. Этот эфир состоит еще из эфира, эфира еще и все так вечно, как в микро, так и в макро. И надо обсуждать это здесь и сейчас в данной точке истины, да, реальности, в которой мы вот соединились с нашими вселенными, ведем этот диалог. И, значит, обмен, энергоинформационный обмен знаниями, энергиями, так сказать, и так далее. Совершенство друг друга. И вот здесь совершенство – путь вечности, ну, прекрасный путь. Вот поэтому здесь вот, когда мы говорим вот это вот слово Ра – это главный корень русского языка. Именно у нас с ним связан свет. А свет – это, можно говорить, слово Вет, да, это образ. Образ бывает вот так повернуть его можно, так видишь вот этот же, а вот так вот на слона похож, а вот так вот похож на бегемотика, понимаешь, а вот так вот похож на солнышко. Вот как смотришь на телефон, вот так он вроде бы у нас прямоугольник с одними параметрами. Вот так он у нас на столбик похож, понимаете. И вот так же с любым словом. Это не означает вот только так. Это означает, что каждый, как устроена речь и общение человека, когда единую речь русскую разбили на наречи, значит, мы вот сидели там с одним братом моим чеченцем, обсуждали, я говорю, вот это с древнерусского означает то, а у нас это означает это, понимаешь. То есть практически говорим об одном и том же, но чуть-чуть с разной стороны, но образ сходится. Вот в чем сейчас суть. Вот слово вера очень интересно. Вот вы говорите «вера-вера», а я итальянский немного знаю, а там у них «веро-вера» – это значит, говоришь «правду». Веро – это правда. Да, да. И они спорят, они говорят «о, веро-вера, правда». А у нас это вера. То есть ракурс другой. И вот поэтому кто-то видит слепые, когда такая история, подходит к слону, один взял за хобот и говорит «вот он какой слон». Второй за ногу «вот он какой слон». Третий за хвост, а кто-то за ухо, а кто-то залез на него и говорит «да это вообще земля». Поэтому здесь и все правы. Все как видят, с какой стороны видят, у них нет объемного, то есть «ведания» нет. А вот «ведание» – это как раз объемное понимание, восприятие. Это первообраз идет. А когда ты видишь образ, ты его можешь видеть, вот на плоском экране видишь так, допустим, но все равно ты это представляешь как-то в округе, то есть у тебя сознание дорисовывает вот это, когда фильм смотришь, смотрим вот в такой ящичек, а погружаемся в этот фильм, вот через этот ящичек. То есть идет вот такое взаимодействие. То есть это работа сознания. Тебе вот этот фильм, идет стыковка картинки с твоим сознанием, и сознание само тебе транслирует в объеме этот фильм. Даже без вот этих очков. Понимаете почему-то? Так же и здесь, когда люди общаются между собой, важно не спорить, потому что все такие, особенно когда сходятся настоящие мужчины с высоким чувством собственного достоинства, идет большой спор об одном и том же. Один говорит, что телефон вот так, и говорит, что он чуть поуже. И начинается у них вот эта вот ситуация, хотя вообще вот так может быть. И вот этот предмет как раз, понимание, осознание, предмет осознание – это общее, как мы говорим. Можно знать, можно сознавать, можно познавать покоем кона, это даже не видя, а вот покоем кона, гармонии кона, то есть используя понимание истины, знать, что вообще там должно быть вот так вот, уже все, ты познал эту тему, не видя ее, не ощущая. А можно осознать, это уже все полностью, во всех мерностях. То есть это можно представить, если мы берем с вами, к примеру, возьмем сферу, глобус, да? Вот сферу взяли прозрачную, и в сферу прогрузили какой-то многогранный треугольник или какую-то фигурку более многогранную. И, значит, вот отсюда видит под таким углом, если у него плоское зрение, да, трехмерное, а тот вообще двухмерным видит пониманием. Этот видит под таким углом, этот видит под таким углом, а кто-то видит в объеме. И изнутри одновременно. Вот это называется мерность сознания. Есть человек с двухмерным сознанием, который вот, алюминий, вот все, копать, не копать, понимаешь? Есть человек, который там с трехмерным сознанием, пока не увижу, вот это вот так вот, а не пойму, и так далее. Есть с четырехмерным сознанием, который еще там в пространстве понимает, что это все движется и может меняться. Это с пяти, шести, семи можно перечислять много-много, уходить в миллиарды, да, там и в другие цифры, вот, потому что это цифры, а вот числа это немножко другое, да. А можно понять одно – божественное сознание. Что такое божественное сознание? Сферометрическое сознание. Вот когда сознание сфера метрическое, оно всемерное. И тебе не надо думать, какое число мерности у тебя там в голове. Вечность. Любое придумывай. Это все равно будет точка в мечности. Точка. Просто точка. Просто твоя мысль. Просто твоя вот эта вот ситуация. Вопросы-то вы мне задаете простые такие, вот как бы вот этого, ну как бы сказать, логически обсуждаемого сейчас в обществе. Есть общество менее посвященное, есть более посвященное, углубленное. Кто-то в финансы, кто-то в энергии, кто-то там в то, в пятый. Вот они углубляются туда, заныривают и так далее. Идут, развиваются, познают. Ну, у них есть уже вот там наосфера появилась, общество наосферцев, общество вот этих. Вы задаете вопрос такой, который вроде бы нужно ответить в трех словах и так далее. Почему каждый раз я начинаю вот этим уходить куда-то? Потому что я пользуюсь случаем донести до зрителя вот те точки, да, вот это то, не знамо что. Пойди туда, не знай куда, принеси то, не знай что и победи всех. Вот чтобы каждый так мог мыслить этими категориями и понимать, когда вот все, тупик, идти некуда, как некуда. Сходи туда, увидь, посмотри и реши вопрос, он придет. Решишь вот так, может словом, может взглядом, а может действием. А может образом ты решишь этот вопрос, безвыходный для тебя. Но выход всегда есть, и действие всегда есть, и ограничивать тебя никто в этом не может. В любой ситуации, когда, казалось бы, вот все, конец, все, нет конца, нет конца, будет вот так, будет вот так, будет вот так. И когда человек так говорит, поразить не может поймать его, не может его схватить, не может его засунуть в мешок, завязать, унести и съесть. Потому что нет у него такой, такой власти, такого права и такого. Этот человек сам может только залезть в мешок, дать себя связать и потом лечь на лопату, как Иванушка, в печь и так далее, понимаете. Хотя в печи делали другие вещи, там очищали людей, совсем по-другому все перевернули. То есть есть обряд очищения в теплой печи после испекания хлеба, где человек заходит, обмазанный тестом, там потеет, как в бане выходит, и когда его начинают убирать, у него выходят все токсины, потому что там действительно есть та энергетика, которой он пропитывается, огненная энергетика именно вот этого, где пекут хлеб особенно. И это на Руси был обряд очищения. Это очищение, человек даже видел радуги перед собой, видел преломление всех вот этих цветов, игру света видел после этих вещей. Это есть даже ролики, которые выставлены, так сказать, прошедших этих вот ритуалов и понимания этих вещей. Вот, поэтому вопрос у нас такой, кроссфорд даже любим отгадывать, да? И вот каждый человек, он своего рода откадывает от этих кроссфорда, потому что он находится в такой сложности, в такой наслоении кривды, где кривда на кривде и кривдой погоняет, да? А он должен там находить правду. Она простая, она рядом, ее даже искать не надо, она в тебе. Ты только ее прояви и скажи. Все, вот. А прояви и скажи, поняв, разведав, сознанием и осознав эту вещь. Ты можешь ее, так сказать, произнести и прийти опять к своему целому. Вся эта игра вот в эти сложности, вот в эти как бы мучения, да, которые человечество, она выключается очень легко в самом человеке. Не надо искать, это говорил Радомир, и все говорили, Царствие Небесное внутрь тебя есть и вне тебя есть. Подними камень, ты там его увидишь. Загляни за водопад, ты его там тоже увидишь, поймешь и осознаешь. Только не знаете, как войти туда, потому что, говорю вам, не слышите, глаза и уши вашим воском заклеены, да? Были такие слова, как раз вот в этих вот есть, вот там, как бы, откровение от Радомира Христа, есть вот эти строки тоже. Их надо понять, понять их нужно, опять же, своим сознанием понять, принять сознание и осознать эти вещи. Вот, поэтому переход на золотой стандарт, он необходим, потому что вся финансовая система современная, почему получила системный кризис? Потому что любой проект, который они начинали, что Бретт-Гудское соглашение, что Ямайское соглашение, они всегда переходили в свои, так сказать, привычные болота, наполняя вот эти управляющие посты невежами, приходили опять вот эту тёмную Хазарию и хазарскими этими тёмной Хазари. Хазари – это торговля, торговый центр, это хорошее слово ведическое, а вот тёмная Хазария, то есть как бы тёмная невежественная, да, то есть паразитическая Хазария, это, ну, допустим, мы все знаем, что есть ценности материальные, есть ценности небесные, да, небесную ценность купить нельзя материальным, это бесполезно. А дебилы придумали, как её продавать, как продавать совесть, как продавать душу, как продавать, значит, род, как продавать землю, как продавать Родину, всё продавать. Они дебилы, они играют в дебильные игры, эти игры Вселенная не принимает. И они получают, так сказать, Дух Кара, Дух Ра Небесный, когда приходит, Ка – это Дух Ра, это речи Бога, вибрации, когда приходят, настигают их, то есть выравнивают опять в конструктивную позицию, вся деструкция разрушается, разрушает за собой её носители. Вот они получают Кару Небесную, понимаете, в чём дело. И она их настигает, всё равно настигает. Однозначно, от неё никуда не уйдут. Получил это, либо ты должен каяться, да, Ка – это Дух, Дух Я, ну, так сказать, земного небесного потока, ты должен в Ци превратить, то есть в земную энергию принять его. Вот Дух, да, Дух – это понимание мироправия, это небесное понимание, это тело Бога, это вибрации как раз и есть. И вот когда ты, тот каяться, это называется трансформация, изменение, настоящий покаяться. Не так, пришёл, дал 10 тысяч баксов священнику, тот зарясу заткнул, там, всё, иди, сын, у тебя всё там, кадило тебе, ещё что-то, пошёл, грехи у тебя отпущены. Фейки. Это всё фейки. Игры бесовские. В настоящем Вселенной, да, в небесной Божественной Вселенной, где мы тоже присутствуем, и эта реальность там присутствует, это не работает. Это всё, это мало того, это иллюзия, которая существует только, как сказать, она существует временна. Даже не временна, а гранична. Гранична. И она обязательно будет выключена. Но это, с этого придёт опыт, да, что это, это не ценность, не надо её хранить. Вот всё ценность, земля ценность, червячок в земле ценность, понимаете, вот дерево ценность, всё это ценность, всё это мы ведаем, это всё люди богов ведут, мы понимаем полезность в мироздании тех или иных, так сказать. А вот это не ценность. А не ценность, значит, всё, оно развоплощается, оно уходит. Всё, что не ценно, не существует. Понимаете? Если человек перестаёт ценить паразита, вот в его поганом понимании есть паразит, который работает и выполняет свою функцию, да, а есть паразит в поганом понимании, тот, который выходит за свою функцию и несёт деструкцию, за место конструкции, понимаете? И вот здесь, когда человек начинает так мыслить, вот он один начал мыслить и всё это выправлять в собственном сознании, он не только в своём сознании выправляет, он выправляет это в общем эгрегоре, и он даёт свет там, этот свет видят другие сознания, начинает воспринимать, и пошло, 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 мы все связаны в единое целое, на определённых уровнях. И когда один говорит, это я сделал, я, второй говорит, это я, да не я, а мы всё это сделали. И человек говорит, я. Я – это хорошо. Я – это слово, как у нас не было этой буквицы, да, у нас есть и краткое, и а. И краткое – это рождение о Бога, понимаешь? Я – это восхищение рождением Бога, понимаешь, на Земле, если говорить об этом. Вот. И отсюда очень важно вот это, понимать, мыслить, это гораздо сейчас важнее, чем бабок каких-то вот в карман на гребсте или ещё что-то. Это всё придёт и уйдёт. Мир потребления – это мир пустоты. Купил игрушку, сломал быкину, купил ещё, там, она ценностью уже не представляет, игрушка. Когда купил игрушку, и ты её играешь, бережно к ней относишься, выстраиваешь с этой куклой, с машинкой определённый диалог – это хорошо. Ну, когда ты кто-то купил, не успел с ней разобраться, как она устроена, там, да, разобрать, собрать или ещё, как-то, для мальчиков тебе приносят новую игрушку, новую игрушку, новую игрушку, у тебя это целая коробка этих игрушек, это взял, покрутил, покидал, бросил и забыл. Всё, ты её не берёшь, нет игры в этой игрушке. А когда одну заценил, ценил, значит, сыграл с ней, обрёл опыт. Вторую заценили. Игра – это вселенское движение Ра. Понимаете, речи Бога, вибрации. Опять, свет – это свет. Игра – это свет. Игра – это свет. Игра светом. И вот, когда ты познаёшь, а свет – это познание, свет – знание, да, помните, Ленин говорит? Учение – свет, не учение. И поэтому, когда вот начинаешь, начинаешь, начинаешь вот это всё делать и правильно воспитывать, вот детям это преподносить, правильно воспитывать ребёнка, там, не просто не ломая игрушки, там, и, так сказать, это, а надо объяснить. Сынок, дочь, когда уже у него есть восприятие, это надо ему в этом восприятии сказать. Эта игрушка, да, твой друг, который дан тебе для определённых совместной, вот так сказать, дружбы твоей, понимания. И ты, когда, когда мы дети играли с игрушками, мы входили в образ, летали на самолётиках, там, что-то делали и так далее. Мы обретали этот опыт, не имея ещё самолёта, не садясь в него и так далее. Но мы уже понимали, то есть мы поднимали с генетического память, мы поднимали информацию, ощущение этого естества с энергоинформационного поля Земли. И мы постигали, даже никогда в жизни не ходил самолёт, но ты уже знаешь, как в нём летать, ты себе представляешь и видишь это. Вот как в фильме «Матрица» там подходит это, помните, вертолёт такой-то, она загрузила, она села и полетела. Это же, это всё вот такие естественные вещи, которые у нас есть, и мы не видим наш прекрасный мир. Нас погружают при помощи этого СМИ в низкую вибрацию, нас деструктируют сознание, ломают. Сейчас борьба идёт с сознанием, с одной стороны. С другой стороны, паразиты всегда борются, и все эти поганцы, я их не буду называть паразиты, поганцы всегда борются за то, чтобы привлечь человеческое внимание, потому что они неживые. Им для того, чтобы существовать, нужно человеческое внимание. А где внимание человека, там душа человека. А душа, она вечная, она даёт возможность существования. Если душа направляется, то внимание направляешь. Почему дети требуют внимания родительского? Потому что через человеческое внимание родительское, они получают вот эту энергию родительскую, вот это тепло, любовь, и растут. Понимаете, почему пожилой человек требует внимания, почему все требуют к себе внимания. Черезмерие внимания тоже не нужно, его нужно столько, сколько нужно. Потому что любая чрезмерность – это зело. Поганые. То есть, когда ты в свою гармонию делаешь, движение, ты делаешь правильную игру вот этих энергий, да, в отделении там вот этого зела. А когда ты чрезмерно, зело поганые становится. Извиняюсь. У меня аж прям это, просвет, за просветом, когда вы говорите, да, вообще, конечно, да, очень интересно. Вот это и есть игра, только игра основана. Мы все должны, ну, как бы, слово «должны» как-то применять. Нам всем, я думаю, моё мнение следует, да. Любознать. Вернуться в тех небесных, которые мы пришли сюда и принесли это сознание. Любить своего папу и маму. Не важно, у всех разные ситуации в семье, кто кого там где-то там обижен, где-то что. Нет, вот тебя родили на свет, папа с мамой есть. Не важно, как курят они, не курят, там что-то делают, не делают, где плохое, где хорошее. Главное, что они есть. Вот они есть. Даже если нет, одна мама здесь, но всё равно был папа, и он в тебе есть, да, или там, и так далее, или наоборот. Не важно. Вот нужно быть благодарным всегда. Когда ты благодарен, то благо в тебе присутствует. Ибо не сохнет рука дающего, как говорят догматы-библейцы, понимаешь, прописали туда эту истину. Не сохнет, потому что то, что ты даришь, даёшь, значит, у тебя это и есть. Если ты способен дарить, Всевышний тебе всегда будет давать этого, как бы, в изобилии, чтобы ты дарил, и дальше показывал. Потому что благо, а благо – это божественное, божественно, сейчас скажу, Богом земного и небесного потока, живым, да. Ла – это божественный поток дающий, то есть поток даёшь божеству, когда ты совершаешь эти действия. Добро, когда совершаешь, ты щедрый. Благо, когда даёшь, ты благодарный. А дар – это тебе пришёл, и ты дай. Ты узнал, и поделись. Ты – это. Патент. Те бабки суда сразу, понимаете? Действие несправедливое. Работал, заработал, молодец, назови это. Но не говори, что это ты сделал. Тебе дал Всевышний. Вот ты произвёл эту жизнь, вот в этой коммерческой, так сказать, в диком капитализме хочешь получать доход за то, что ты произвёл эту жизнь. Бог-то дал тебе, там, Васе, Майклу, там, Джорджу, там, я не знаю, там, Тумба-Юмба, да, дал. У них в сознании-то есть, но они там у себя произвели. Но ты уже патент поднял, и ты сказал, что это только моё. Ну, это американская тема. Когда делили землю, где уничтожали население, да, войной совершали геноцид, бежали и втыкали кол. Кто первый воткнёт землю, а я воткнёт землю, вот это вот такие вот соревнования, примитивные. Они справедливые? Да нет. Да нет, тоже слово интересное. Они несправедливые. И, а то, что несправедливое, оно не вечное. Оно будет разоплощено, уничтожено. Основываться на этом нет смысла. Потому что это приведёт к этому. И интеллектуальную собственность, ну, я хоть являюсь консультантом ВИПУ, комитета, да, это в защите интеллектуальной собственности, но я всегда к этому делу подхожу философски. Очень философски. Вот. Всё, что делает человек, всё есть в энергоинформационном поле земли. Что он изобретает, что если ты имеешь туда допуск, ты это можешь делать. Но настоящий светлый Творец, который получает оттуда, он понимает, что если ему Всевышний даёт, да, Род Всевышний, и если он это будет использовать в корыстных целях, то в следующий раз ему Всевышний не даст. И он практически обрезает себе, сам не понимая, обрезает себе вот эту божественную связь, да, знаний, вот эту вечную, вечность эту прекрасную, небесную, и переходит на вот эту вот игру примитивную, деструктивную. Ты бумажку сюда, я бумажку туда, на форму расчёта. Вот это, понимаете? И вот этого, так сказать, деструктивного баланса. Продолжение следует...